Доброго времени суток! На канале Best ICO рассматриваем проект Remit. Это децентрализованная денежная платформа денежных переводов. Сейчас мы находимся на сайте проекта, официальном сайте. Это remit.io Что хочется отметить? На рынке международных денежных переводов существует очень большая масса недельчиков. Банк, с одной стороны, создает дополнительные сборы банку, с другой стороны, соответственно, процессы обмена валюты, с одной и с другой, также идут более высокими издержками. При этом пользователи вынуждены платить огромные комиссии за эти операции. Также, кто связан как-то с переводами, отправлял, знает, что существуют ограничения, лимиты суточные. В России, например, в Астане, 5 тысяч долларов в сутки может человек отправить другому. И, соответственно, после нескольких таких платежей, вам позвонят и спросят меня отправлять вообще, в принципе, больше. Через них никакие деньги. Это связано с тем, что контролируют объемы большие и им неинтересны. Им интересна много клиентов с память объемов. Проект Remit – это децентрализованная платформа денежных переводов и платежей, цель которой решение нынешних глобальных социальных проблем в сфере международных финансовых переводов с использованием технологий блокчейн. Данная платформа будет выстраивать доверительную цепочку между бизнес-партнерами в разных странах, устраняя ограничения в зарубежных транзакциях и предлагая более экономические решения для бизнес-участников. Работа довольно-таки простая. Ее будет построено. Вот мы видим на примере этой схемы. База платформы Remit объединяет и сопоставляет участникам группы для отдельных лиц получив смарт-контракт. Время идти в смарт-контракт в РСЦ. Компания выбирает стоимость обменного курса и услуги за день, а потом загружает его в РСЦ Store. Пользователи заходят и выбирают подходящий, более выгодный смарт-контракт. Все это прозрачно, безопасно, без рисков. И, соответственно, вы можете постоянных партнеров выбирать, выполнять неограниченное количество транзакций, о чем я говорил. С минеральными комиссионными сборами. Все это подробно описано на сайте в белой бумаге, которая доступна для загрузки. Соответственно, изучаем. Если вопросы состоятся, задаем им членам команды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!